В новом соглашении есть понятие контента, где ваш контент это не только видеоряд, это и картинки и логотипы и фирменные знаки и даже комментарии под вашим видео. Обязанность не хорошо было бы если, а именно обязанность следить за чистотой контента, а в контент входит все, за авторским правом лежит на вас, ну на нас, на видеоблогерах. Что сие опять означает? Я вам просто рассказываю, ну буквально разжевываю, да, что если вы взяли где-то какую-то картинку на просторах интернета, в гугле, вы должны четко понимать, что уже гугл знает об этом, об этой картинке и он точно знает, где эта картинка была, когда она была размещена и кем. Более того, он сравнивает, он знает, он же индексирует даже фотографии на стоковых видео. По большому счету гугл знает все. И об этом, вот часто мы об этом говорим, многие забывают, многие ведутся на, не знаю, мы взяли музыку в бесплатном фотос... там как его, в группе вконтакте, потому что там написано бесплатная музыка для ютуба. Но, друзья мои, здесь тоже он закрыл себя все бреши, причем он закрыл все бреши настолько круто, что, удивляюсь, мы даже внесем свои поправки в клуб 100 по 100. Почему? Потому что там написано очень важный момент, что есть основания полагать. То есть, если у алгоритма будет основание полагать, что у вас нет права использовать сию картинку, то ваш контент, вас попросят подтверждающие документы. Причем подтверждающие документы в трех ипостаси. Первое, это они не должны, ваш контент не нарушает соглашение, а второе, у вас должно быть письменное разрешение. Что в сие значит? Письменное разрешение, это не просто в скайпе вам написали, пользуйся, дарю, да, а официальное разрешение на право использования. Более того, не смотрите в сторону других каналов, потому что, если они до сих пор существуют и у них есть контент, который вы почему-то считаете, что он не правомерно используется, это вовсе не значит, что так будет всегда. Это значит то, что сейчас ютуб в любое время суток, в любое время дня может попросить у вас, у автора этого ролика, предоставить данные, потому что возможно или там нарушает закон, потому что здесь ютуб максимально защищает себя от различных надзорных органов и от того, чтобы не выплачивать компенсацию авторам. Вправлялский Оиром . Субтитры создавал DimaTorzok